Формат «Битва не экстрасенсов» сделан совместно с каналом «Жить». Тема этого выпуска — секта. В формате «Битва не экстрасенсов» соревнуются два психолога. За 30 минут специалистам по очереди предстоит понять, у кого из пяти незнакомцев та или иная проблема. Прямые вопросы задавать нельзя. Экспертами этого выпуска стали Максим и Василий. Василий — семейный психолог. Максим — психолог, психотерапевт и гипнолог. Всем привет, дорогие друзья! Максим, перед вами пять незнакомцев. Один из них состоял в секте. Вам нужно понять, кто именно этот человек. Прямые вопросы задавать нельзя. Участники искренне ответят на ваши вопросы. Давайте познакомимся. У нас не так много. Екатерина, давайте начнем с вас. Привет, Максим. Меня зовут Катя. Я по образованию журналист, но занимаюсь сейчас пиаром, копирайтингом. Люблю путешествовать, читать. Прекрасно. Какая последняя страна, в которой вы были? Индия. Индия? А вот я тоже последняя страна — это Индия. В 19-м году я в Гокарную ездил. Я была в Решакеше, это предгорье Гималаев, где как раз меня застал вирус, и эвакуационно пришлось мне возвращаться. Спасибо большое. Я действительно, у меня была стратегия, я строил ее на двух методах. Первый — это трансфейсинг, это трансформационная физиогномика. Я наблюдал за лицами. И в данном случае люди, которые находятся в группе риска для сект, они имеют определенные черты лица. Это нет выраженных трети лица, это неровная, М-образная, чаще, линия роста волос. Алексей. Привет, Максим. Я тоже, как Екатерина, по образованию журналист, но я работаю редактором. Я пишу тексты для различных платформ, работаю в агентстве рекламном. Помимо этого я занимаюсь музыкой, я играю на фортепиано и разными увлечениями занимаюсь. На все время хватает, я смотрю. Да. Нравится, чем занимаетесь в плане журналистики? Да, мне нравится писать, это мое призвание. Я люблю писать не только по работе, еще и для себя. Мне нравится история, мне нравится, я интересуюсь 18 веком, и поэтому я очень много чего изучаю, копаюсь и пишу для себя. Спасибо. Александр. Мне 29 лет. Занимаюсь по образованию программист-экономист. Занимаюсь наладкой производства по, конкретно по основной работе. Еще есть маленькое свое производство и, помимо всего, довольно много хобби, которых было по жизни. Спортом занимаетесь? Спорт, да, зал. Вот год как раз прогулял, сейчас начал опять заниматься. Главное всегда быть начинающим спортсменом, чтобы никогда не заканчивать. Да. Спасибо. Да, когда я задавал вопрос, я смотрел, куда уходят глаза. Есть такая тема, как в психологии, как ключи глазного доступа. И когда человек задумывается, у него уходят глаза в различные стороны. Это определенные вещи обозначает. Марина, да? Да, все верно. Здравствуйте, меня зовут Марина, я из Санкт-Петербурга. Я блогер, занимаюсь развитием своего блога. А также я мастер спорта по стрельбе из лука. Круто. Да. О чем ваш блог? Это спортивный блог? Нет. Я мама троих детей, и поэтому у меня блог о материнстве. Я рассказываю, как воспитывать, как они меня бесят иногда. Ну и вообще все в этом роде. Слушайте, это очень важная вообще-то миссия, потому что быть мамой в современном мире одновременно и сложнее, и в чем-то может быть проще. А у вас? Вы многодетная мама. Я многодетная. Это очень сложно, могу сказать. Ну, потому что у них маленькая разница в возрасте. Ну, у меня близнецы, и через полтора года еще один мальчик. Ну, вы красивая молодая мама, они пойдут в школу, вы все еще красивая молодая. Я все жду. Уже учебники покупаем. Ну, когда же, когда? Ну, это здорово. Они на вас будут смотреть, как на друга, может быть, в будущем. Потому что разрыв не такой колоссальный. У меня разрыв с родителями 40 лет. Ого. Вот, я такой поздний вышел. Вы один в семье? Нет, у меня старшая сестра. Оксана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе, сколько вам лет? 30 лет. Я из города Курск. Тоже почти многодетная мама. Двое деток у меня. Занимаюсь их воспитанием. По профессии я партной модельер. То есть у меня свое маленькое дело, я его развиваю, шью сейчас на заказ. А из дополнительных, как сказать, занятий и увлечений мы с мужем занимаемся музыкой. Мы пишем песни, выступаем у нас в городе. Супер. А что за стиль? Стиль? Хард-рок. Музыка. Муж сына, гитаре. Я на клавишах и пою. Вы поете? Заняем местью, да. Прекрасно. Творческая семья. Да, потому и семья. То есть вы, у вас двое детей, любимое дело, и вы еще занимаетесь творчеством. Обалдеть. На самом деле тема очень серьезная, потому что вот человек, который прошел, это достаточно серьезная травма. Это осталось в прошлом, но это как камень, который бросили в воду. Идут круги по воде. Идут, идут. Вроде уже все прошло. Слава Богу, что он выбрался, этот человек. Он выбрался, и он здесь сидит. Но эти воспоминания свежи. И вообще это прописано в русском культурном коде мистицизм. Потому что секты были всегда. Скопцы, хвосты. И как вот Бердяев писал, то что русский народ, он ищет поддержки. И мы ее иногда находили в православии. После революции мы ее нигде не находили. И так получилось, что самая читающая нация в мире, советская нация, начала верить Чумаку к Шпировскому. Как так получилось? Интеллектуальные люди. И действительно, вот секта – это не всегда про неуверенных людей. Это люди могут быть талантливыми, яркими. Но происходит что-то в жизни. Какой-то стресс. Уходит любимый человек. В семье недолюбили. Нет окружения, на которое можно опереться. Нет фундамента духовного, либо он недостаточно стойкий. Оксана, как вы считаете, а вообще зачем человек может туда пойти? Ну, если представить такую ситуацию, возможно, человек ищет смысл своего существования. Возможно, есть какие-то проблемы, трудности. И он ищет выход именно. Выход. Вот такой. Да, все именно и так. Так и есть. Он ищет выход. Он ищет опору. Ему кажется, что он ее находит. Но там ведь не только плохо было. Там было еще и хорошо. Если бы там сразу жгли огнем, он бы не пошел туда. Его что-то позвало, его что-то заманило. Он увидел надежду. Я предлагаю сделать парочку упражнений. И я прошу вас всех участвовать, всех сотрудничать. Давайте сядем тогда на стульчик так, чтобы спинка ровная была. То есть на край, как будто на табуретке. Ручки положите ладонями вверх. Сокройте глаза, пожалуйста. Почувствуйте внимание на темечке. Как будто вы глазки вверх. Поместили, да. И вот наблюдаете. Мой голос приходит и уходит. Какие-то звуки шорики. Не важно. Мысли у вас будут разные. А вы возвращаетесь. Возвращайтесь всегда вниманием к темечку. Только там. И внимание на вашем лице. Отпускайте мышцы лица. Отпускайте лоб. Расслабляйте лоб. Нижнюю челюсть, чтобы она не смыкала верхнюю. Я прошу вас поднять правую руку. На сантиметров 30 от колена вверх. Очень хорошо. Представьте, что в этой... Позвольте магии воображения вот нарисовать вам там ведерко такое. Пустое ведро. И сейчас у того человека, у которого было действительно это серьезное событие, пускай он наблюдает, как ведро наполняется темной жидкостью. Это обида, которая осталась у него, когда он понимал, что его на самом деле обманули и бросили. Это разочарование в тех людях, которым он доверял. Я не знаю, какого цвета, запаха, консистенции эта жидкость. Остальные просто наблюдают за ведерком. А туда у того человека оно наливается, становится просто тяжелее. Там разочарование, там боль, предательство. Потому что его реально предали. И оно все наливается. Это ведерко. У меня было две кандидатуры. Это вот сразу я по лицам определил. Это была Оксана, у которой была челка такая, которая закрывала, собственно, ему... Ну, то есть это обозначает, что человек закрывает от мира эмоциональную сферу и свои мысли. И затем, чтобы как-то уже тест сделать, я просто, так как я гипнолог, использовал идея моторный феномен. Его открыл Милтон Эриксон. И, собственно, я попросил людей, чтобы в руках у них был предмет, наливающийся болью. И у Оксаны как раз рука сразу упала, но она не совсем хотела сотрудничать. А Алексей, у него начали дергаться руки, происходить некоторые такие обреакции. Я подумал, что да, он испытывает сейчас... То есть если он и был в секте, то недавно. Когда я досчитаю до трех, и только когда я досчитаю до трех, у вас рука расслабится, а ведро это уйдет. Раз, два, три. Угу. И можете расслаблять руки. Вы молодцы. Очень хорошо. Вы молодцы. Давайте продолжим. Второе сразу упражнение, потом вас отпущу покурить. Глазки закрыты. Хорошо. Пожалуйста, позвольте прийти к тем воспоминаниям, которые у вас были в те моменты жизни, когда вы были в этой секте. Было неприятно. Я не знаю, сколько вам лет тогда было. Какое это было время года. Какая погода. Кто был с вами в те моменты, где неизвестно, что случилось перед этим, как вы вообще туда попали. Позвольте приходить и уходить воспоминаниям, впечатлениям. Они возможны, как альбом с фотографиями, где вы перебираете. Вы перебираете одну фотографию и другую. Наблюдайте. Позвольте прийти к картинкам. Они наполняются цветами, формы обретают объем. Вы видите это от первых глаз. Как главный действующий герой. У всех глаза пока закрыты. Спасибо за сотрудничество. Оксана, скажите, вам хорошо? Угу. Тело хорошо? Так, конечно, хорошо. Вы как будто на солнышке загораете. Так приятно за вами наблюдать. Просто я всю ночь не спала. Алексей, скажите, что чувствует ваше тело? Небольшое напряжение. Угу. А что с вашим... Вот где живет оно? Где оно могло бы жить? В груди. Угу. А вот оно в груди какого цвета, Алексей? Металлического такого. Металлического. А оно твердое такое? Угу. А сколько весит? Ну... Килограмм... Семь, наверное. Килограмм семь. Угу. Холодное? Ну, такое. Не ледяное, но... И не теплое. Когда Алексей сказал про кусок металла в груди, это просто обозначало обычный стандартный образ в эмоционально-образной терапии, когда мы работаем с проблемностью. То есть серый цвет – это цвет негативизма, усталости. Да, и черные, серые, коричневые, там, темно-фиолетовые цвета, кусок металла, тяжелый, да, то есть что-то тяжелое, что-то его отягощает. Почему в груди – это эмоциональный центр, то есть все очень логично, ничего необычного для меня как бы не предвещало, да, это стандартный образ, я попросил его заменить, да, то есть трансформировать его, интегрировать себя, как небольшая трансформационная техника была проведена. Что будем делать? Уберем это? Ну да. Мне хочется же ходить. А спросите этому, сколько ему лет, вот этому куску металла? Какая цифра приходит? Ну ему не лет, ему как будто бы минут пять. Минут пять? Ну тоже срок? Хорошо. Позвольте ему выйти из вас, и вы же творческий человек, разрешите ему превратиться в некий такой образ, трансформируется во что-то для вас важное и хорошее, что вас будет ресурсировать и наполнять. Скажите, чем это может становиться? Ну, не знаю, каким-нибудь текстом хорошим. Текстом. Да. Выберите свой любимый шрифт. Напишите главное для вас слово. Может быть, любовь, может быть, свобода. Какое для вас главное слово? Жизнь. Жизнь. Раскрасьте первую букву в тот цвет, ваш любимый цвет. Раскрасил. Сказать какой? Если пожелаете. Розовый. Все. Цвет романтизма. Вы же тонкая натура. Хорошо? Принимайте в себя слово «жизнь» в грудь. В область груди прочувствуйте, как что-то внутри меняется. И пускай это все распространится по всему вашему телу. Я попрошу вас на счет три, а мы еще все наблюдаем за этим всем, за этим воспоминанием, на счет три открыть глаза. Раз, два, три. Оксана, а вот когда вы были совсем маленькой, от нуля до шести лет, вот с вами кто сидел больше? Бабушка, тетя, там старшие, не знаю, есть ли у вас старшие братья, сестры? Мама. Мама. То есть она с вами, вот, ну, все шесть. И бабушка. И бабушка. А мама много работала? Ну, я не могу сказать, что много работала. У нее был свободный график работы. Но она с вами была, да? Да. Хорошо. Когда я задавал Оксане вопрос про то, кто был с ней в детстве, я рассчитывал найти травму, травму ребенка, у которой не присутствовал физически рядом именно родитель, мама. То есть у ребенка с матерью выстраивается позитивная созависимость, такая симбиотическая связь. И если в первые шесть лет жизни мамы мало, и даже пускай будут бабушки прекрасные, и тети, он вырастает со склонностью к аддиктивным поведению. Да, то есть это быть зависимым, там, от другого человека это отношение, от каких-то, там, веществ, от алкоголя, от адреналина, и вот секта. Ну, то есть я пытался нащупать. Алексей, скажите, пожалуйста, а как вы реагируете на конфликтные ситуации? То есть вы, ну, если на вас оказывают давление или еще что-то, какая у вас обычная реакция? Ну, я стараюсь избегать конфликтных ситуаций, потому что мне тяжело дается именно процесс конфликта. И я остро реагирую, то есть я переживаю, но держу это внутри. То есть я в таком, когда какие-то случаются такие процессы, я более в таком шоковом состоянии, я в себе внутри переживаю, у меня там начинает, например, колотиться сердце. Я начинаю тяжело дышать, и поэтому я стараюсь избегать конфликта, если не происходит, то я должен сначала прийти в себя, чтобы потом как-то отреагировать на это. Ну, за творчество приходится платить чувствительностью натуры. Нельзя быть и творческим, и тут, и тут железобетонным. К сожалению, да. Когда я спрашиваю Алексея про конфликтные ситуации, я хотел подтверждение своей теории, что его стержень, он только выстраивается, границы выстраиваются. У него действительно, по нему видно, что он пережил какой-то ряд сложных событий в жизни. И мне интересно было узнать, как он свои личные границы отстаивает. Так вот, ну, как бы в сектах личные границы достаточно прозрачны. То есть их может переступать там вышестоящий какой-то сотрудник секты, лидер. И там это стирается. То есть я, то есть образ я, он становится таким бледным. И по сути я вот получил некое подтверждение. Время вышло. Вам нужно сделать свой выбор. Вы знаете, я могу ошибаться, но мне кажется, это Алексей. Пока готовится второй психолог, мы напоминаем вам, что формат «Битва не экстрасенсов» создан совместно с каналом «Жить». Если вам интересны социальные ролики о необычных судьбах самых обычных людей, то рекомендуем подписаться на канал наших партнеров. Благодаря нашей коллаборации на канале «Жить» вышел документальный фильм. Что заставляет людей прийти в секту? Что удерживает их там? Одиночество? Страх? Или сила воли других людей? Главному герою этого выпуска удалось самостоятельно покинуть секту. И теперь в документальном фильме на канале «Жить» мы можем узнать ответы на многие вопросы. Чтобы избежать спойлеров, рекомендую пройти по ссылке в описании после просмотра этого выпуска. До встречи на канале «Жить». Здравствуйте. Меня зовут Василий, я семейный психолог. Василий, перед вами пять незнакомцев. Один из них состоял в секте. Вам нужно понять, кто именно. С вашего позволения, я задам вам несколько вопросов. Алексей, как вы считаете, человек сам автор и источник всего происходящего в своей жизни? Или на все есть какая-то воля Божья или другая высшая сила? Ну, хотелось бы, чтобы человек был сам, как бы строил свою судьбу. Но я думаю, что все-таки есть какой-то рок, который, если не полностью предрешен, то как-то все равно куда-то ведет. Вы всегда так считали? Нет, мне кажется, раньше я вообще считал, что все предрешено. А теперь я уже верю немножко в то, что человек может и сам. Спасибо. Александр. Вам приходилось когда-либо жертвовать крупную сумму денег или каких-то ценностей? Ну, смотря на что. Ну, вообще было. Другими людьми? Не, ну, было, было. Бывало. Вы когда-либо жалели об этом? Ну, совсем малость, наверное. Оксана, вам приходилось жить в каком-то смысле по неволе? Жить так, как бы мне не хотелось. Да. Ну, я думаю, это всем приходилось. И, наверное, это и толкает людей менять что-то в своей жизни. У вас получилось? Да. Ну, я думаю, что все еще в процессе. Скажите, а вы скорее человек ведущий или ведомый? Ведущий. Я старался выделить, выявить среди них ведомых, тех людей, которые склонны попадать под влиянием. Так было всегда? Ну, как сказать всегда, не с раннего детства. Наверное, с того момента, как моя личность начала формироваться осознанно. Как давно этот период начался? Наверное, после того, как я стала совершеннолетней. Как у меня появилась семья, дети. Когда появились дети? Ну, да, в своей семье я себя считаю ведущей. Спасибо. Екатерина, вам приходилось жить в коллективе? Да, приходилось. Я жила в лагере, когда была в школе. И я хотела сказать, да, я ездила в Индию, когда я жила там с, можно сказать, единомышленниками, друзьями. Алексей, скажите, а вас воспитывали родители? В основном, да. Родители, бабушки, дедушки. У меня большая семья. А в формировании ваших ценностей участвовали люди, не имеющие к вам родственного отношения? Глобально. Ну, я думаю, да. Ну, это, например, там какие-то кумиры, грубо говоря, какие-то интересы подростковые. То есть каких-то взрослых людей, фигур со стороны не было. А кто был вашим кумиром? Пэрис Килтон. Спасибо. Александр? Да. А вы человек, скорее, ведущий или ведомый? Наверное, зависит от ситуации, но в большинстве, наверное, ведущий. Вы так считали всегда? Старался так считать, наверное. То, что надо вести за собой всех. Опишите самый тяжелый период в вашей жизни. Наверное, самый тяжелый – это когда умер папа. Сколько вам было лет? Он 25. Ну, это, наверное, самый тяжелый. Какие изменения в связи со смертью отца произошли в вашей жизни? Ну, какое-то опустошение, наверное, больше. Закрытость. И постоянно, не знаю, что-то пыталась в себе окопаться в каких-то моментах. Вы были очень близки. Ну, просто мы жили с родителями в разных городах живем. Я с 15 лет в Питере, они в Таганроге. И вот я не видела родителей так близко. Что вас привело в Санкт-Петербург? Спорт. Как вообще себя чувствуете, Екатерина? Хорошо. Вам комфортно со мной общаться? Сейчас – да. А люди в целом, они о вас заботятся, созидают с вами? Или… Знаете, да. Меня так очень судьба радует хорошими людьми, которые рядом находятся. Человек, попавший в секту, никогда не скажет, что весь мир, весь мир всегда с ним созидает. То есть, если ему удалось выбраться, то, скорее всего, он будет делить в каком-то смысле людей на попавших под влияние и тех, кто живет какой-то осознанной жизнью. Алексей, а что бы вы сказали по этому поводу? Ну, близкие люди, да. Моя поддержка. А кто это? Мои друзья, мои родители, моя семья. У вас близкие отношения с родителями? Мы не лучшие друзья, но мы семья. Как вы считаете, человек способен попасть под своего рода гипноз? Ему возможно затуманить сознание? Да, затуманить можно. Я не скажу, что возможно под гипноз, вот чтобы прям уйти в транскую, то я не уверен насчет этого. Но насчет того, что человека можно запудрить мозги, грубо говоря, это сто процентов. А как вы считаете, Екатерина, человеку можно затуманить сознание? Думаю, да. В минуты, когда у него какое-то отчаяние или он испытывает какие-то болезненные переживания, думаю, что можно, конечно. У вас был такой опыт? Ну, на самом деле, опыта у меня такого не было. У меня был опыт, когда пытались это сделать, но не получилось. Ну, то есть это просто начинали что-то там рассказывать, заинтересовать, вот такие вот вещи. Вам приходилось кардинально менять свою жизнь по зову вашего партнера? Мужчины или женщины? Ну, может быть, не настолько кардинально, но да, наверное, был какой-то такой период, что приходилось, чтобы казаться лучшим. Казаться лучше? Ну, мне так кажется. Для кого? Для него. Ну, это, не знаю, мне кажется, каждая женщина в начале отношений, ну, многие, может быть, не каждая, но хочется как-то угодить, не знаю, что-то вот это вот такое, да, был опыт. Вы религиозный человек? Знаете, я бы не сказала, что я религиозный человек, но я верю в Бога. То есть я какие-то, не знаю, там, странные ритуалы я не выполняю, но всей душой я верю в существование Всевышнего. Так было всегда? Вы знаете, да, так было всегда. Просто, может быть, немножко менялись представления, да, изучала литературную эту тему. Вот, и, конечно, путешествуя по разным странам, мне нравилось изучать культуру, и я это все читала, изучала, общалась с людьми интересными. И, да, мне эта тема всегда была интересна. Спасибо. Вам приходилось жить в страхе? Мне кажется, нет. Спасибо. Оксана, а вам приходилось жить в страхе? Именно жить, я, наверное, скажу, нет. Испытывать страх, да, приходилось. Какой из самых сильных страхов вы... Страх смерти. Это нечто постоянное или это имеет... Нет, это было единоразовое событие несколько лет назад. У меня был анафилактический шок. И после этого события, да, я пересмотрела свою жизнь. И я могу сказать, что мне стало страшнее жить. И появился страх за жизнь здоровья своих близких. Очень сильно. Я даже могу сказать, что эту тему я до сих пор прорабатываю со своим психологом. Кого вы имеете в виду, когда говорите страх за своих близких? Муж, сын, дочь. У вас единственный брак? Нет. Сколько было браков? Мне говорили, что можно не отвечать. Можно не отвечать. Ну, не один. Я могу сказать так, что сейчас это последний брак, потому что мы обвенчались в церкви. И те люди, за кого я переживаю, это вот мой муж, которого мы обвенчались, и дети. У вас есть дети от предыдущих браков? Ну, да. Женщины часто попадают все, кто под влиянием своего партнера. И я пытался там найти какие-то детали. Вы во всех браках вышли из отношений по своей инициативе? Да. Можете назвать, по какой причине? Ну, давайте, да, я отвечу на ваш вопрос. Я третий раз замужем. Первый раз я вышла замужем. Мне было 18 лет. И мужу было столько же. И зла, обиды, я на него не... У нас появилась дочь. Я считаю, что мы были слишком молоды. Вот. И не сошлись, наверное, как это банально не звучит, характерами. А из второго брака мне было немножко сложнее выйти, потому что мужчина был старше меня. На тот момент я считала его ведущим в наших отношениях. Разбился семейный быт? Не то, что семейный быт, если сказать вот так вот. Просто мы не нагулялись оба. Мы очень рано поженились. А второй брак разрушился? Второй брак был полностью противоположный. Я полностью противоположный первому браку. То есть мужчина взрослый. И оказалось, что все, у нас будет семья и ребенка он принял. Ну, разрушился на того, что, как сейчас это модно говорить, абьюз. Вот, наверное, это и послужило причиной. Вы считали какое-то время этого мужчину вас своим духовным наставником? Именно духовным наставником? Может быть, ведущим? Я прислушалась к его мнению в 6 лет. А в его жизни был такой человек? В его жизни. Ну, возможно, его отец. И вы из второго брака вышли тоже по своей инициативе? Да. Поскольку у Оксаны было целых три брака, первый брак был, как она говорила, не нагулялись по молодости, я не взял его во внимание. Но во втором браке она сказала о том, что долгое время жила в страхе. И это наводит на определенные мысли. Он вас долго преследовал? Муж? Ты не преследовала. Вы сказали, что было тяжело выходить из него? Как сказать? Я долго к этому готовилась, не подавая виду. Потому что тяжелые были отношения, да, я боялась его. А чего именно боялись? Физической силы, в первую очередь. Во втором браке, ну, сродился совместный ребенок. Я боялась то, что этот мужчина будет сильнее меня и, возможно, лишит меня общения с моим сыном. Но я вам так скажу, я больше боялась. Была ли какая-то среда или какое-то общество, которое вас поддерживало в этот нелегкий период? Нет. Вы все вынашивали в себе? Поддержку я искала в интернете. Ну, и среди друзей, конечно. Алексей, скажите, а вы считаете себя человеком скорее ведущим или ведомым? Ведомым. Так было всегда? Так было всегда, да, и так сейчас тоже есть. Но я учусь, стараюсь, занимаясь психологом, чтобы выйти немножко из этого такого, так скажем, жертвенного состояния и стать уже ведущим лицом в своей жизни. Скажите, а чье влияние оказалось для вас самым негативным? Я не думаю, что на меня было оказано какое-то негативное влияние. Просто то, что это влияние не мое, уже как бы говорит о том, что надо что-то в своей жизни менять. А вам приходилось жить в каком-то смысле не по своей воле? Ну, нет, такого не было, что-то не по своей воле. Единственное, просто, может быть, когда я жила в Индии, я жила по другому режиму, вот так можно сказать. Не совсем не по моей воле. Но мне это было в радость. Вы вспоминаете это время с теплом? Вы знаете, да. Ну, как оно время? Оно, это не то, что оно закончилось, это время. То есть я изучаю ведическую культуру, и просто в силу того, что сейчас пандемия, я не могу, там, ну, может быть, еще и получится. Я просто последние три года, четыре, жила сезонными, жила в Индии, так как у меня работа удаленная, и мне позволили, ну, есть такая возможность. Есть ли в вашей жизни люди, которые оставили вам сильные раны? Есть такие люди, да. Ну, я бы не хотела их называть, но они такие, их много. В каких отношениях вы состояли с этими людьми или с этим человеком? И в близких, и в дружеских. Ну, то есть есть в которых близких, и есть люди, которые в дружеских. Время вышло, вам нужно сделать свой выбор. Я выбирал между Екатериной и Алексеем. Но свой выбор остановил все-таки на Екатерине. Максим считает, что ранее состоял в секте Алексей. Василий предположил, что это Екатерина. Оксана, пожалуйста, поделитесь вашей историей. Ну, что сказать, 16 лет и своих 30 я провела в секте, которая называется «Верный, свободный адвентисты седьмого дня реформационного движения». На данный момент, или шелковцы их еще называют, есть они по всей стране, секты тоталитарные, молитвенных домов у них нет, собираются по лесам, по квартирам. На данный момент там находится моя мама, и моя бабушка, общение с которыми строго ограничено лидерами секты и считается грехом, потому что по их законам я предала. Бога предала религию, согрешила. В грех мне меняется то, что в 16 лет я захотела учиться, а не работая дворником. В 16 лет я осталась одна, потому что начался переходный возраст. Я начала озвучивать своей маме желание учиться, желание изменить свою жизнь. Мне не хотелось находиться в этой секте, на что маме было приказано выставить меня на улицу. Вот, с 16 лет я живу одна, я работаю сама, я создала свою семью. На данный момент, как я считаю, эту проблему внутри себя, я переболела, я смирилась с тем, что моя мама там находится, и попытки, которые я принимала, вызвали ее оттуда. Они оказались тщетными, потому что человек настолько фанатично убежден, что готов отказаться, отказался от своих детей. У меня есть еще брат. А на данный момент цель того, что я нахожусь даже здесь сейчас, того, что я описываю себя на странице, это донести в массы, донести в общественность опасность этой религии, потому что до сих пор ни одна организация правоохранительная не отреагировала ни на одно заявление, таких, как я, много. То есть после того, как мама меня выставила, она сменила адрес, она сменила страну проживания, никакой связи со мной у нее не было. Вот через 10 лет мне удалось найти ее номер телефона, мне удалось с ней встретиться, но я увидела не маму, я увидела чужого человека, который три часа, кроме того, что она счастлива, найдет к Богу, а я эритичка, она не говорила ничего. Она сказала, озвучила мне то, что я отреклась от всего земного, я иду к Богу, я жду второго пришествия Христа на землю. И дети, которые отреклись от этого Бога, мне не дети, я вас не рожала. Поэтому цели достать ее и привести ее в здоровое состояние психологическое и физическое тоже у меня сейчас нет. У меня есть цель, чтобы об этой религии в кавычках, об этой секте, узнали люди, чтобы те люди, которые были связаны с этой сектой, вышли. У меня очень много таких друзей, чтобы они не боялись это рассказывать. Ну и, конечно, чтобы обратили внимание, опять же, правоохранительные органы, потому что квартиры отмываются, и там очень много суицидов в этой религии. 25% каждого дохода прихожане должны отчислять. Суть вообще этого всего, точнее, этой всей религии идеи, то, что будет конец света, будет второе пришествие Христа, постоянно назначаются даты, и чтобы, образно говоря, перенестись на небо и жить со Христом, когда это все случится, нужно отказаться от всего земного. Сектой правит клан, начиная с 40-х годов прошлого тысячелетия. То есть семья сменяется зять к зятю, и очень большие деньги, конечно, там крутятся. Уважаемые зрители, с историей Оксаны можно ознакомиться на канале «Жить» по ссылке в описании. Молись, Господь тебе поможет. Была готова поверить во все, что угодно. Тогда они решили, что Христос спустился в святилище небесного храма. Ой, сейчас уже все отражало внутри. В некоторых семьях в детстве ребенку закладываются совсем не добрые и вечные ценности, а жестокостью невежества. В основном это были удары скакалкой.